В Одессе 6 вечера, в прямом эфире 7 новости. Меня зовут Игорь Буренко, здравствуйте. Крупная авария на фонтане, три разбитых автомобиля, испорченная свадьба и один человек в больнице. ДТП произошло сегодня днем между 8 и 9 станцией Большого фонтана. Оно повлекло огромные пробки, а трамваи полностью остановились. Сюжет сейчас готовится к эфиру, вы его сможете увидеть ближе к концу нашего выпуска. 100 миллионов гривен в табачном эквиваленте. Примерно столько потеряли контрабандисты сигарет, решив использовать Одесскую область для транзита. Ранним утром, 24 августа, 9 контейнеров с дымным грузом прибыли на пароме в морской порт Ильичевск. Точка отправления – Грузия, конечный пункт Молдова, но это только по бумагам. Таможенники вовремя узнали, что фирмы-получателя нет в реестре соседней республики и задержали груз. Больше подробностей мы расскажем вам чуть позже. Решильевскую улицу перекроют для движения транспорта на два дня, а вот Сигетская будет недоступна целых полтора месяца. В Одессе окончили гидравлические испытания по подготовке к отопительному сезону. Повреждений выявили еще больше, чем в прошлом году. И уже с завтрашнего дня приступают к масштабной замене теплотрасс сразу в нескольких районах города. В каких именно – смотрите в следующем сюжете. Гидравлические испытания, практически оконченные, в ТГУ подводят неутешительные итоги. В этом году выявили 1315 повреждений. Для сравнения, в 2009-м аварийных мест было 847. Поскольку в тарифах не заложен ремонт либо модернизация теплотрасс, город выделил из бюджета 80 миллионов гривен на ремонт изношенных коммуникаций. Всего планируют заменить трубы на пяти больших участках. Первый – в районе сквера Мечникова. Какие есть проблемные вопросы по Мечникову. То есть там трасса старая, железобетонные конструкции, внутри которых проложены тепловые сети, уже на 90% изношены. Периодически появляются провалы на проезжей части. Это влечет за собой засыпание труб и, соответственно, к их аварийному износу. Определен сейчас вот этот участок, он протяженностью 235 метров, который подлежит замене. На время работ перекроют улицу Мечникова от сквера до Пишоновской. Обещают к началу отопительного сезона закончить. Второй участок – Решельевская на пересечении с Базарной. Там тоже планируют ограничить движение, правда, ненадолго – с 9 по 11 сентября. Третий отрезок, где проведут замену – от Старопортофранковской до Базарной. Ну и четвертый и пятый участки находятся на Сегетской, где каждый год одесситы исправно наблюдают ремонт теплосетей. Там подлежит замене 650 метров тепловой сети. В районе, начиная от супермаркета «Виртус», ну так, чтобы сориентироваться не по номерам домов, а так, чтобы привязка была такая визуальная, от супермаркета «Виртус» до четвертой станции «Фонтана». То есть вот этот участок, он на сегодняшний день, уже испытания показали, что он просто непригоден к эксплуатации, поэтому здесь мы вынуждены менять весь участок целиком. На Сегетской работе начнутся уже завтра. На этом участке также планируют ограничить движение до 15 октября. Уже согласована схема, по которой будет ездить общественный транспорт. Согласно нашего приказа, автобусный маршрут номер 4, 127, 175, 208, 210, 233 по направлению движения «Пятая фонтана» от Канатной до проспекта Гагарина на улицу Фонтанская дорога и далее по маршрутам. По направлению движения в сторону ЖД вокзала от пятой станции «Большого фонтана» на улицу Черняховского, площадь 10 апреля, проспект Шевченко и далее по маршруту. Что касается работы троллейбусных маршрутов 10 и 11. Несмотря на изношенное состояние городских теплосетей, все работы обещают завершить до начала отопительного сезона. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал. Большой пожар в Лузановке, в районе дома Павловых. Горела сухая трава. Очаг возгорания находился в посадке. По информации очевидцев, огонь охватил большую площадь. Задымление было такой силы, что на ближайшей дороге и местных пляжах была плохая видимость. На место происшествия приехали спасатели и возгорание потушили. Никто из людей не пострадал. Полковник-взяточник на воле. За 100 тысяч гривен Владимира Додола выпустили под залог. Об этом сегодня рассказал глава люстрационной комиссии Одесской области Константин Сховрибашвили. По словам люстратора, сейчас начальник военного лицея отдыхает в Затоке. Кроме того, он обнародовал видео, на котором зафиксирован сам момент передачи взятки. На нем видно, как деньги в пакете передают в руки начальника лицея. Тот пересчитывает купюры, после чего следует интересный разговор. Как вы думаете, сколько вот этот процесс обучения ей будет реально стоить с точки зрения трех учителей на двухдневную систему, чтобы, допустим, вторник, суббота, вторник, вот так, чтобы и не переучить, и... Кроме того, Константин Сховрибашвили озвучил и круг общения Владимира Додола. По его словам, начальник военного лицея неоднократно советовался с бывшим замом главы СБУ Владимиром Сатюком. В будущем он стал зам СБУ Украины, на даче которого произошло отравление Ющенко, знаменитое. На сегодняшний момент этот господин Сатюк Владимир Николаевич является советником ФСБ России, действующим советником. То есть мы знаем, что Додола обращался к нему по многим вопросам на протяжении служебной своей деятельности и карьеры. Поэтому вот эти факты тоже могут пролить свет на ныне действующего, ну, пока еще, начальника данного муниципального учреждения. По инциденту ведется досудебное расследование. Когда будут собраны все доказательства, дело передадут в суд. Ну, а я напомню, 9 августа начальник военного лицея Владимир Додол был задержан на взятке. Деньги передавали родители абитуриента, чтобы он гарантированно поступил в лицей. Разбился в лифте торгового центра Малиновский. Упав в шахту, Александр Самолюк получил травмы головы, а на следующий день скончался. После похорон кормильца семья погибшего опасается, что и само дело администрация торгового центра похоронят. Кто ответит за халатность и смерть мужчины, Ольга Голодова продолжит тему. Он пошел вперед, а я за ним шел. И эта дверь была даже чуть-чуть, она не вот так плотно закрыта, она как чуть-чуть приоткрыта. То есть он ее легко потянул, и она открылась. Интуитивно он шагнул, даже там не видно пола, потому что сверху лифт стоит, а он нигде, ока нету, свет туда не попадает. И он не увидел, что там открытая шахта лифта. И по привычке он уже сто раз здесь ходил. Он шагнул и полетел туда. Максим Самолюк рассказывает о трагедии, которая произошла с его отцом Александром. 10 августа вместе с папой парень зашел в торговый центр «Малиновский». Вместе они хотели пройти на улицу через сквозной лифт, которым пользовались все посетители. В тот день в лифте не было основания. Мужчина упал и доставали его уже в паркинге. Максим спустился в шахту, чтобы помочь. Вот, собственно, эта дверь, которую ребята не могли открыть, потому что лифтеры не могли найти. И они самостоятельно взяли лом. И вот видно, даже следы от лома выламывали здесь. Александр упал с 7-метровой высоты. Сильно ударился головой. Из шахты его вытащили и увезли на скорой. Потом операция. Но следующим утром мужчина скончался. Ему было всего 50 лет. Семья Александра потеряла кормильца. Его двое детей – отца, а коллеги – лучшего друга. Он для меня вообще как брат. Как друг, как брат. Потому что я перенесла, это очень тяжело. Я думаю, что здесь весь рынок может о нем сказать очень хорошо. Вадим тоже работал вместе с погибшим. В тот день помогал достать Александра из шахты. Говорит, случай с лифтом не единичный. Сам едва не попал в такую беду. Мое мнение, то есть лифт когда поднятый, то есть поддон должен, ну как бы, двери должны быть заблокированы. То есть они не должны открываться. Чего тут так произошло, то есть я не знаю. Видно, не соблюдена система безопасности. В торговом центре комментировать трагедию лифтер отказалась. Адвокату они назначили встречу вот на сегодня. Я позвонила, мне назначили уже на понедельник. То есть это переносится, откладывается, я думаю, с целью того, чтобы дело утихло. Так как идет себя, как будто ничего не случилось, как будто никому не было. Нет, такого не может быть, понимаете. Любой человек соболезнует вам, и это исключено. Потерять, извините, мужа, кормильца и сегодня отца – это не разговор. На попечении теперь уже вдовы Светланы, остался малолетний сын. Льготами погибшего мужа афганца семья больше пользоваться не может. Теперь все на хрупких женских плечах. Похоронили Александра Самолюка на его родине в Запорожской области. Родные погибшего беспокоятся о том, что и само дело тоже могут похоронить. Ольга Голодова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Сбежала от насильника. Полиция задержала мужчину, который изнасиловал одесситку и два дня удерживал ее на заброшенном дачном участке. Это произошло в Лиманском районе. Со своей жертвой, которая ехала в гости к друзьям, 42-летний злоумышленник познакомился на железнодорожной станции. Предложил провести, после чего попросту затащил в полуразрушенный дом. А почему вы ее держали? Ну что, вместе с тобой. Вы ее видели? Сколько раз? Два раза. Два раза сначала. Потом уже не держал. 27-летней девушке насильник сразу сообщил, что она теперь его собственность, ее личные вещи он забрал в первую очередь, а впоследствии то угрожал физической расправой, то признавался в любви. Когда это произошло, я не знаю, я или вырубилась, или уснула, но как-то такое, я точно сейчас не могу сказать, или это сразу я уснула, или когда он меня уже начал душить, потому что он говорил, что я плакала. Вы потеряли сознание, да? Я, возможно, честно, могу сказать, просто мне было очень страшно. Страшно больше, наверное, не самого мужчину, а обстановка, ситуация, да, подвал. Мне не хотелось быть убитым, именно непонятно где, что меня никто никогда не найдет. За указанным фактом, распечаток криминального проведения за ознаками частины 1 статьи 152 Криминального кодекса Украины. Правопорушнику загрожили криминальной ответственностью выгодники позбавления воли на строк до 5 лет. Сбежать девушке удалось, лишь усыпив бдительность злоумышленника. Сам он задержан и помещен под стражу. В преддверии нового учебного года патрульная полиция просит родителей провести со школьниками воспитательные беседы о том, как вести себя на дороге. Последнее время уровень детского травматизма в нашем городе довольно высок. Только за эту неделю на дорогах Одессы в ДТП поздравили двое несовершеннолетних детей. Что к самопешеходам, еще раз напоминаем, что есть специально установленные места для того, чтобы пересекать проезжую часть дороги. Поэтому, пожалуйста, проходите туда и безопасно, внимательно пересекайте проезжую часть. Не подвергайте себя риску и опасности. Напоминают копы о необходимости быть бдительными и водителем. После каникул возле учебных заведений дети могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Водителям о соблюдении правил дорожного движения, в особенности при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулированным необходимо снижать скорость движения и быть максимально внимательным. Пропустить, соответственно, необходимо пешеходов, которые переходят в проезжую часть. Поэт, публицист, ученый, революционер. О нем говорили «Академия в одном человеке». Он стал символом нашей страны. 27 августа вся страна отметит юбилейную дату – 160 лет со дня рождения Ивана Франко. В Одессе праздновать начали уже сегодня. Вместе с одесситами стихи великого поэта вспоминала и наша Ирина Рогозянская. Праздновать день рождения Ивана Франко по традиции начинают возле памятника поэту. Ему – 160. После все желающие отправляются в библиотеку имени писателя. Ко дню рождения великого писателя в Одессе уже более 10 лет проходят франковские чтения. Традиционно в них принимают участие культурные деятели города. Однако в этом году мероприятие вышло за рамки привычного. Благодаря современным технологиям в нем смогли поучаствовать абсолютно все желающие с разных уголков мира. Иван Яковлевич Франко – моя любовь. Вона так гадна, сяле так святою, чистою красою. І на душі я ріє знак, любові, щирості, спокою. Вона так гадна, а проте так нещаслива, стільки лиха, знесла. Що коли клихоте в її кождійській пісні стих. Земля, моя всеплодючая мати, сили, щоб твоїй живе в глибині. Краплю, щоб в бою сильніше стояти. Дай і мені. Чого ти кисоньку плачеш? Їсс, чи питаньки хочеш? Ні їсс, ні питань не хочеш. З тяжкою образу я плачу. Сам кухар, сметанку злизав. На мене кайцюню сказав. Хочу мені лаки побити. Чим же я буду годити? Все эти записи начали появляться в Ютубе с марта. Так люди из разных уголков Украины готовились к юбилею великого мастера. Эту эстафету мы придумали еще весной этого года, чтобы отметить день рождения поэта. Мы предложили нашим филиалам, нашим читателям выбрать какое-то одно стихотворение на любой вкус, кто какое хочет, и прочитать, и записать это видео. В видео эстафете приняли участие более 60 человек. Это люди самого разного возраста и статуса. Дети, военные, правоохранители, ну и, конечно же, сами работники библиотек. Когда наша библиотека узнала о том, что библиотека Франко, наша главная, запускает такую эстафету чтения стихов Ивана Франко, мы сказали своим читателям, и они с большой радостью присоединились. Я ощутила родное в его произведениях. Ощущается в его произведениях любовь к нашей стране, и поэтому актуально. В этом году в Одессе Ивана Франко вспоминают часто. В 2016-м исполняется 160 лет со дня его рождения. 100 – со дня смерти, а 10 лет назад установили первый на юге Украины памятник писателю. Ирина Рогозянская, Алексей Филиппов, 7 канал. И мы возвращаемся к теме крупной аварии на фонтане. Три разбитых автомобиля, испорченная свадьба и один человек в больнице. Дальше Кристина Немченко. На обочине остался стоять ВАЗ. Очевидцы рассказывают, удар был такой силы, что автомобиль перевернуло на бок. В момент аварии в нем находился водитель. Пожилого мужчину достали оттуда не сразу. К счастью, он остался жив. Его увезли в больницу. Хронология аварии такова. Со стороны 8-й по направлению к 9-й станции Большого фонтана двигалась Газель. Она въезжает в припаркованный на обочине ВАЗ. От силы удара его отбрасывает на несколько метров. Он переворачивается. В это же время Газель по инерции отбрасывает в сторону встречного движения. Она цепляет свадебный лимузин, который в этот момент проезжал мимо. Газель зацепила заднюю часть свадебного лимузина. От силы удара его развернуло, а бензобак буквально превратился в сито. Очевидцы рассказывают, топливо струилось с огромным напором. Лился прямо на проезжую часть. Но очень много. Такое чувство было, как будто открыли кран. Смывать топливо с асфальта взялись прибывшие на место ДТП спасатели. В лимузине помимо водителя находились молодожены. К счастью, никто не пострадал. Жениха с невестой забрали. Владелец свадебного лимузина уже подсчитывает убытки. Говорит, за ремонт ходовой придется выложить около 10 тысяч долларов. Как такой большой автомобиль увезти с места аварии недоумевает. Тяжелый вопрос. Сейчас будем думать. Я еще пока не решил. Это сложно, потому что машина очень тяжелая и специфическая. Ее так просто не увезешь отсюда. А вот и виновник аварии. Объяснить, как произошло столкновение, не желает. И прячется от камеры. Причины ДТП выяснят в полиции. Кристина Немченко, Алексей Барановский, Седьмой канал. Пока на этом у нас все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Больше информации в 20.00. Хорошего дня. Оставайтесь седьмым.